В специально отведенных местах установили ящики, в которые каждый желающий может опустить письмо со своими вопросами и пожеланиями будущим депутатам. Активисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи такой формат проведения уличных акций считают нужным. Оставить свои пожелания кандидатам в депутаты смогли накануне жители Московского района. Под эгидой этой акции также любой желающий может прийти и написать свои пожелания в работу будущего депутата местных советов депутатов. А затем мы в городском комитете их отправляем и направляем к будущим кандидатам, для того чтобы они учли пожелания граждан в своей работе. В Бресте на статус депутата рассчитывают 117 человек. От того, насколько программы кандидатов будут сильными, а избранники компетентными и активными, зависит жизнь брещан. Среди претендентов на новый статус – генеральный директор унитарного предприятия «Брестоблгаз» Евгений Казимирчик. У меня имеется уже довольно серьезный опыт. Я был депутатом 3-4 созыва Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Работал 8 лет и здесь, как наш основной законодательный орган Республики Беларусь, наработано довольно серьезный опыт и в законодательной части, и решение вопросов именно с избирателями. Программа состоит из тех насущных вопросов, которые касаются каждого жителя нашей Республики Беларусь. Это те направления, которые сегодня решаются. Заработная плата достойная, работа промышленных предприятий, работа сельскохозяйственных предприятий, занятость, пенсионное обеспечение. К слову, первый пикет при поддержке районного комитета БРСМ был организован в поддержку руководителя «Брестоблгаза» не случайно. Один из акцентов в предвыборной программе Евгения Казимирчика – на поддержку молодежи города. Надо работать с нашим подрастающим поколением, со школьником, молодежью, студентами. И в качестве руководителя предприятия у нас очень активная работа в этом плане ведется, потому что решаются вопросы привлечения молодых специалистов. С ВУЗом мы очень активно сотрудничаем с нашим Брестским техническим университетом. Выпускники этого учебного заведения работают на многих наших филиалах. Поэтому основные направления касаться будут и молодежи.